Ульяновская область До этого на встрече со спикером глава области отметил, что в Совете Федерации сложилась дружественная и профессиональная атмосфера. Весь наработанный за три дня опыт обязательно будет использован в регионе, а сенаторы оценили предложение области на части субъекта. Он стал главным событием как сегодняшнего дня, так и всех дней Ульяновской области. Проведенная работа принесла вполне конкретные результаты. Один очень крупный проект связан с берегоукреплением, строительством очистных сооружений. То есть все, что сегодня можно увидеть в национальном проекте экология. Ни много ни мало, почти 16 с лишним миллиардов рублей только на это направление. Еще одно очень важное направление, которое обсуждалось с нашими коллегами, это было вопрос здравоохранения. Председатель законодательного собрания этот вопрос очень активно лоббировал. И мы сегодня благодарны нашим коллегам из Совета Федерации за то, что они нас поддержали. Я веду разговор о возможности строительства большой детской инфекционной больницы, я веду разговор о серьезных ремонтных работах, в том числе и о строительстве большого онкологического диспансера. Я веду разговор о большом внимании к крупнейшему ядерному медицинскому центру в городе Димитровграде. На все это выделяется почти 15 с лишним миллиардов рублей. Я веду разговор о строительстве школ и детских садов, которые очень востребованы сегодня для жителей Ульяновской области. И это только малая часть того, что нам удалось обсудить с нашими коллегами. Были и такие фундаментальные вопросы, о которых я в том числе сейчас говорил на заседании Совета Федерации. Мы считаем, что мы могли бы вместе с Советом Федерации поработать по проблеме теневого сектора экономики. И у нас, и в Совете Федерации есть достаточно большое количество интересных инициатив, инноваций. И мы сегодня и вчера об этом говорили на встрече с комитетами Совета Федерации и по экономике, и по бюджету. Мы договорились о серьезных мерах поддержки социальных и некоммерческих организаций. Выступление губернатора началось с презентационного фильма, рассказывающего о достижениях региона. Глава области отметил, что регион сейчас находится на новом рубеже. Сергей Морозов попросил поддержать сенаторов в вопросе создания технологической долины в регионе, развития альтернативных видов энергетики, поддержки талантов, борьбы с теневой экономикой. Это основные направления сейчас для региона. Глава области обратился к сенаторам с предложением сделать Ульяновскую область пилотным регионом для проведения реформирования системы тарифообразования. Предусматривается корпус в Акшуате строительства, там школы, там рекомендации есть, высказаны законодателям, собрали, какие законы надо принять. Поэтому понятно, что принять документ – это не все. Главное теперь его реализовать. Председатель Палаты регионов Валентина Матвиенко поблагодарил ульянскую делегацию за серьезную подготовку, основательные доклады и проведенную выставку. Спикер отметил, что руководство области подходит к работе творчески и оценил возможность распространения ульяновского опыта на другие субъекты страны. На самом деле Ульяновская область – один из динамично развивающихся регионов, и эффективные управленческие решения, принимаемые руководством, они дают хороший результат. Это и кластерная политика, это поддержка высоких технологий, инноваций, это формирование новых интересных форматов взаимодействия с бизнесом. Ульяновская область вошла в число 10 регионов наиболее успешных привлечений бизнеса, создания деловой и инвестиционной атмосферы в регионе. 27 февраля все доработанные предложения ульяновцев будут приняты на пленарном заседании Совета Федерации. А за свою проделанную работу по их подготовке губернатор Сергей Морозов и председатель законодательного собрания Валерий Малышев получили благодарности от Верхней Палаты. Главе области также был вручен официальный вымпел Совета Федерации. Три ульяновских дня завершились. Проходили они во второй раз за всю историю федерального собрания. Сенаторы отметили, что регион сильно изменился между двумя этими событиями и изменился в лучшую сторону. А предложения области помогут улучшить жизнь во всей стране.